Здравствуйте! С вами Александра Платонова. Сегодня мы с вами не в студии ночи боксарского телевидения, а в конференц-зале, потому что у меня сегодня много гостей. Это круглый стол для тех, кто достиг высоты в спортивной жизни. Я хочу вам представить, конечно же, Сергея Петровича Михеева, который поддерживает спорт на протяжении долгих лет, Олег Аркадьевич Матвеева, главу города, и Николая Федорова, президента Федерации каратэ, старшего тренера сборной Чувашской Республики по каратэ, и ребят, которые пришли к нам в гости. И они обязательно сегодня расскажут о своих достижениях в спорте, конкретно в каратэ. Итак, Сергей Петрович, давайте начнем с вас. У вас уже я сказала о том, что вы не первый год поддерживаете спорт, спортивные достижения, и сами в свое время занимались спортом. Вот расскажите, с какими инициативами вы выступали, и чего добились на сегодняшний день? То есть как вы поддерживаете конкретно вот Федерацию каратэ? Хочу отметить, что глава Республики Михаил Васильевич Инатьев, оставаясь в хорошей спортивной форме, как глава Республики, ежедневно напоминает и говорит жителям нашей Республики, что молодое поколение, мы должны расти здоровыми и образованными. Так вот, первое слово, корень, как раз и заключается в том, чтобы наша молодежь вырастала здоровой, крепкой, готовой держать, наверное, удары судьбы. Потому что без здоровья, без больших спортивных результатов, наверное, в большой жизни тяжело будет достичь успехов. И оставаться успешным молодым человеком, или же становиться руководителем того или иного предприятия. Сегодня, наверное, мы собрались все-таки, чтобы честовать научно-боксарскую федерацию каратэ, учитывая, что она у нас самая молодая. Я считаю, хороший яркий пример сегодня это в лице. Николая Владимировича Федорова, который полтора года назад взял инициативу в свои руки, создал федерацию в нашем городе. И сегодня мы считали, задавались вопросом, А сколько вообще детишек прошло за этот период времени? Более ста человек прошли через их добрые сердца и через их добрые руки. Они уже подготовили трех кандидатов мастера спорта. Наверное, самое главное событие у Николая – это то, что его сын буквально на днях получил значок кандидата мастера спорта. За что мы благодарим папу. Как тренера? Папу и тренера, да? Как тренера, да. У нас еще и старший тренер в Чувашской республике. Достаточно много людей, но увлеченных детским спортом, наверное, можно по пальцам посчитать. И спасибо неравнодушным родителям, отцам, матерям, которые занимаются своими детьми и воспитывают, большую жизнь провожают такими вот возмужавшими, спортивными, выносливыми, здоровыми, готовыми к новым совершениям. Николай Федоров возглавляет федерацию, которая относится к олимпийским видам спорта. И это очень важно. Долгое время были проблемы у федерации с помещением. Они как бы занимали определенные там территории, но в целом вышли с инициативой. Депутатский корпус поддержал и рассмотрели вопрос о размещении данной федерации. На территории центра творится детей и юношества. Действительно, там была хорошая площадка. И наша задача была разработать наркотинный правовой документ, который позволяет им предоставить на безвозмездной основе. Почетное право перерезать красную ленточку предоставили самым юным спортсменам. В настоящее время здесь занимаются порядка 50 каратистов. В рамках открытия гости с удовольствием посмотрели выступления воспитанников федерации. Николай, расскажи, пожалуйста, кто поддерживает ребят, кто поддерживает вас в федерации? Ведь невозможно же просто на собственной инициативе выезжать, потому что это действительно труд колоссальный. Кто помогает? Начать надо с того, что благодаря определенным проектам правительство создает условия развития детского спорта. Есть проект «Детский спорт». На этой инициативе мы обратились в администрацию города, инициируя предложения по поводу выделения территории. Могли заниматься у нас ребята, которые достигают определенных высот. Город нас поддержал. Огромное им большое спасибо за выделенную территорию. На сегодняшний день мы не ходим по каким-то площадкам. Сегодня здесь, завтра там. Люди знают, куда приходить, люди знают, куда приводить детей. Оборудованы раздевалки, оборудованы спортзалы, застелены татами. Но без города, наверное, мы вряд ли куда-то вообще пошли. То есть они нам помогают в проведении тренировочного, учебно-тренировочного сбора. К нам на учебно-тренировочный сбор приезжают с национальной сборной действующие спортсмены, чемпионы мира, чемпионы Европы, занимаются с нашими детьми. Скажи, согласен ли ты с тренером, что только усердие должно быть у спортсмена, то есть трудолюбие и бесконечные тренировки? Или может быть еще какими-то качествами он должен обладать, спортсмен? Во-первых, это умом. Умом. Да, да. Чтобы мог воспринимать всю ту информацию, которую доносит тренер. Это чтобы даже если после тренировки ты пришел домой, ты мог это обмыслить и исправить уже это в голове. И потом прийти на тренировки, это и ошибки не было. Это почти самое главное качество, которое должно быть у спортсмена. Вот они, наши красавицы, которые разрушают стереотип, что карате – это мужской вид спорта, потому что девочки совершенно тоже вполне благополучно выступают на этих соревнованиях и достигают высот. Так вот, скажите мне, девочки, как вы попали в федерацию карате? Может быть, вас мальчишки во дворе обижали, может быть, мама с папой у вас тоже спортсмены, и вы идете по их стопам. Как так получилось? Ну, изначально меня хотели отдать родители, чтобы я в будущем могла сама за себя постоять. Потом постепенно начала, карата начала нравиться, и уже сама хочется заниматься. Каких высот ты бы хотела достичь? То есть, там, не знаю, на мировой уровень выйти, участвовать в Олимпиаде? Ну, я хотела бы выступить на чемпионате России. Может быть, попробовать на чемпионате мира выступить. Ну, получить мастера спорта. А для чего мастера спорта ты получила, а дальше? А дальше в будущем потом своих детей учить, всему тому, что я научилась. Сара, ты как думаешь, какое у тебя мнение на этот счет? Я пришла в карате сама, сама хотела в лет шесты, семи, мечтала. И вот в восемь лет у меня досталась возможность попасть в секцию КРТ, в федерацию. Вообще, хочу достичь высоких результатов, выступить на чемпионате мира, но и дальше. В будущем тренировать, развивать федерацию, возможно, Чувашскую республику, так же дальше. Ну, чего вам, собственно, и желать, да, чтобы Чувашская республика и вообще мир услышали ваши имена замечательные? Валер, ну и вот с ребятами вы выступали в Тольятти, да, на соревнованиях. Скажи, пожалуйста, кто с тобой ездил на соревнования, из родителей, кто вообще вас поддерживал во время проведения соревнований? Ну, я по-другому соревнованию и своим отцом. Угу. Он меня поддерживал. У меня поддерживали мы те, не только те, кто были свободны в Тольятти, поддерживали все мои родственники. Угу. Три друзья-каратисты. Угу. Николай, ну и расскажи, пожалуйста, о планах, чего ждать от федерации каратена в 2020 году и на годы вперед, то есть к чему стремитесь вообще? Ну, вот в 2020 году у нас первые Олимпийские игры как раз в Токио будут проходить. Мы, конечно, хотим попасть на Олимпиаду в 2024. Угу. Так наши как раз ребята уже будут в возрастной категории, и если у них все получится на тренировочном татаме, на боевом выступлении, да, то есть перспективы входа в национальную сборную, то есть сейчас вот ребята начнут с конца января уже готовиться на отбор на Россию, где будет определяться первая четверка, первые четыре номера входят в состав сборной и уже будут приглашаться в национальную сборную. То есть здесь для ребят самих перспектива такова, что когда они становятся в списках сборной ЦСП на должность спортсмена, то у них и получается и зарплата. То есть это их трудовая деятельность. Они утром посещают тренировку, вечером посещают тренировку, выступают, за это получают зарплату. Вот. И у нас, по крайней мере, в нашей научно-боксарской федерации есть четыре кандидата, которые, возможно, попадут в национальную сборную, ну и уже там продолжат карьеру уже на больших мировых высотах. Ну и мы, конечно, надеемся, что они к нам обратно вернутся и будут уже воспитывать наше новое растающее поколение. А так мы планируем увеличение федерации, увеличение молодежи. Приглашаем в зал всех желающих с четырехлетнего возраста для занятий как физкультурой, так и в виде спорта каратэ. Олег Аркадьевич, я хочу у вас попросить напутственные слова, пожалуйста, для ребят, ну и поздравить их с наступающим Новым годом. Спасибо. Ну, я бы хотел отметить, что ребятам сильно повезло, сильно повезло с тренировским составом, с посещательной федерации каратэ Николаем Федоровым. Я думаю, что ребятам сильно повезло с вашими родителями, которые поддерживают всегда вас. Вот я прекрасно понимаю и участвую вот на этих соревнованиях. Вы видели глаза родителей, которые приезжают вместе с детьми с разных регионов, болеют за своих детей, болеют за, ну, поиграл, выиграл, но все равно, они, как бы, поддерживая их нацеливают именно только на победу. Также, пользуясь случаем, хочу всех поздравить со спающим Новым годом. Я желаю всем здоровья, счастья, благополучия, стабильности, ну, и исполнение всех желаний, которые они загадывают в преддверии Нового года. Ну, Сергей Петрович, вам слово для того, чтобы как-то ребят поддержать. Хочу, со всей ответственностью, наверное, сказать, что яркий пример на, значит, пример создания спортивной федерации на площадке нашего города, федерации каратэ, это гармоничный такой подход всех ветвей власти, исполнительной, законодательной и частной инициативой, отдельно взятого, не безразличного к судьбе молодого поколения, детей города Новочебоксарска, Федорова Николая Владимировича. Хороший, яркий пример. Поэтому, ребята, гордитесь своим тренером. Володя, гордись своим отцом. На тебя, на самом деле, ты немножко волновался, но на тебе двойная ответственность. Это очень тяжело, когда папа тренер и папа папа. Поэтому я хочу вам, ребята, всем пожелать в новом году и в последующем быть выносливым и оставаться устремленными к победе. Только к первому месту. На это у вас есть все возможности, все те условия, которые сегодня созданы благодаря Николаю Владимировичу и городу Новочебоксарскому. С Новым годом! С наступающими новых спортивных побед! Все. А мы будем болеть за вас. Да. Ну и с позволения взрослых я хочу предоставить заключительное слово у нас еще одному представителю, спортсмену, ради кого, собственно, мы сегодня собрались. Вот, давай завершай нашу передачу. Всем спасибо. Хочу больше всего поблагодарить своему маму, которая всегда поддерживала меня. В Триясе она почти каждые 5-10 минут звонила, волновалась за меня. И я не могу передать словами ее радость, когда она узнала, что я занял первое место. Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в гости. С ребятами я была рада познакомиться. Я вам желаю достижения спортивных побед, чтобы достигались ваши цели. Ну что ж, дорогие друзья, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. С вами была Александра Платонова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин